Девушки отдыхают Сегодня у нас на календаре 1 мая, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Яна. Это имя произошло от древнеиудейского Иоанн, помилованный Богом. Небесным покровителем его является мученик Иоанн Новый Янинский. Давным-давно, в 16 веке, в греческом городе Янин, жил молодой человек по имени Иоанн. Рано осиротев, на средства оставшиеся ему от родителей, он приобрел небольшую лавку на базаре и стал заниматься ремеслом. Его трудолюбие поражало многих, а все покупатели были довольны его работой. Несмотря на то, что жизнь Иоанна была успешной, душа его стремилась не к земным благам, а к Царству Небесному. Вскоре началось тяжелое время для истинных христиан, которых стали притеснять. Иоанн осуждал тех, кто изменял православной вере, а они, в свою очередь, возненавидели святого и желали его гибели. Иоанн знал об этом, но не боялся. В душе возникло стремление пострадать за веру во Христа. Однажды ночью святой увидел во сне, как он стоит в огненной печи и поет словословие Господу. Он понял, что это указание идти на мученичество. Утром Иоанн пришел на рынок, где встретил ремесленников, и те стали упрекать святого в том, что он не отрекся от Христа. В ответ Иоанн громко заявил, «Я христианин и никогда не отрекусь от Господа». Тотчас завистники схватили его и повели на суд. Судья попытался уговорить Иоанна перейти в магометанство и пооценил его как умелого и честного мастера. Но мученик твердо исповедал себя христианином. Святого бросили в темницу, несколько дней морели голодом и беспощадно били. После же приговорили к сожжению на костре. Святой Иоанн с радостью принял приговор. Когда его привели к пылающему костру, он смело вступил в самую середину пламени. Мучители увидели, что мученик сам готов сгореть, и вытащили его. А после усекли мечом. Христиане собрали останки святого и благоговейну перенесли в соборный храм. А также своими молитвами с Днем Ангела мы поздравляем Виктора, Виссариона и Тамару. Самим именинникам следует посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!